к вопросу о показаниях и прочее как себя вести когда вот тебя обвиняют или тебя привлекают по уголовному делу и приходит такой добрый разумный нормальный офицер индивидуально все абсолютно индивидуально я никогда не дам совета там уходить на досудебное соглашение либо обратно биться до последнего исключительно все индивидуально ну скажем если ну возьмем ситуацию вот с парнем чеченцем который там бился с сотрудниками полиции вот у него камеры добрые люди его поснимали на видео выложили в интернет ну вот он состав преступления казалось бы ну с судейской точки зрения вот он за что задержан понимаешь понимаю за что за сопротивление сотрудников полиции отчаянная драка с омоном на пушкинской площади 23 января быстро разошлась по сети главного фигуранта этого видео чеченца саид мухаммада джумаева задержали следственный комитет по москве сообщил что парня нашли в псковской области и привезли на допрос в столицу ну либо возьмем ситуацию когда вы действительно там обозлившись взяли битву пошли лупить витрины магазинов и вот оно видео вот вот вы именно вы идете вы еще потом там подошли к камере паспорт туда показали но бывает вот в ярости вот так вот все сделать или это я привлекать меня к ответственности ну что после этого не признавать вину я не могу такого посоветовать ну не знаю можно там что-то придумать но может быть стоит в этом случае как раз и подумать о суден соглашении все уже вот на лицо все уже сделано вариант когда у вас есть там быть привлечены по 212 там массовые беспорядки либо уйти по 318 что менее гораздо менее тяжкой там по части 1 но у вас просят давать вот ну и при этом у вас тоже зафиксировано что вот вы взяли и ударили битой полицейского по шлему бита сломался за это и вот я легче чем то есть у вас массовые беспорядки там тяжко либо что-то там серьезное либо вот у вас статья которая по которой вы средней тяжести и вы уйдете на условный срок вот ну выбирайте защитником кто это у нас уходил ударив битой полицейского на условный срок но я говорю что теоретически здесь будет возможности гораздо больше чем там вот и здесь защита должна думать что делать ну очень лучше чтобы этим опять же занимался иван иванович правильно а не я потому что я сижу в сизу мне страшно холодно кстати у меня болят зубы один зуб заболел что делать если какие-то если вы в политическом активизме у вас должны быть здоровые зубы доверенность соглашение с адвокатом зубы в сизу это огромная проблема огромные колоссальные зубы в колоссальные проблемы в тюрьму надо попадать со здоровыми зубами а что сделать если вот что-то сильно произошло например несмотря на все свои теплые одежды в сизо ты как-то очень сильно что-то застудил не знаете менингит или какая-то экстренная такая медицинская ситуация менингита просто месячную достаточно ну да это страдать страдать все по классике то есть никаких других вариантов нет ну пытаться чего-то для себя добиться где-то на что-то что-то обменять что-то выпросить кого-то уговорить вы страдать а можно выпрашивать а если вот как раз придет вот этот офицер с добрым интеллигентным лицом теперь не бойся не проси да и скажут ну что же вы так мучаетесь зачем вы вообще не принадлежите к этому зачем же вы так убиваетесь и так не убьетесь да например ну просто расскажите как было и кто еще вот рядом с вами бил битый полицейских и давайте мы вас просто домой отпустим или дадим вам один год условно и гуляйте видно что нормальный человек меняем они как эти сумасшедшие таких по моему не бывает не советовал бы потому что отношение к людям которые используют там с явку с повинной либо досудебное соглашение любый особый порядок для того чтобы сдать кого-то другого она даже в самих органов такое ну как к отбросам и я знаю массу случаев когда люди которым обещали такое давали показания по сути своими показаниями топили других и получали сроки гораздо выше чем те другие которые бились до последнего еще раз говорю вот этот особый порядок явку с повинной досудебное соглашение нужно использовать для того чтобы каким-то образом улучшить свою собственную судьбу если иные варианты невозможны все больше никак вот звучит как формула давайте еще раз повторим то есть это все хорошо в рамках попытки улучшить свою судьбу в случае если другие варианты невозможно и не затрагивать судьбы других ну потому что тогда это фактически правда попадаешь касту не припаку неприкасаемым не положение и заваривать и мы знаем и не верить в этом случае если ты вдруг вообще никому верить не надо то есть вы приступили если вы приступили порог тюрьмы верить не надо вообще никому вообще просто вообще никому а быть как они никому никому вот эти первым кому не надо верить первое кому не надо верить вы удивитесь потом очень через какое-то время если повезет удивиться еще если вы получите доступ к тому что про вас там написали рассказали если вы сумеете получить доступ а как выжить вообще в тюрьме чувак привет у нас порядке тут такие-то как беги вперед давай газу и мы с тобой будем дальше свергать режим этот ненавистный но не видите никаких личных бесед не говорить о частных вещах о семейных а личных сексуальных ни в коем случае вообще ни в коем случае то есть какой-то смолток в джунглях жить моментом выживать в моменте его удивить как вы быстро привыкнуть